здравствуйте вы попали на кулинарный канал доктора скачко это видео будет полезно всем любителям овсянки особенно тем у кого периодически появляется вздутие живота либо метеоризм есть неприятный запах от тела или от рта у которых выпадают волосы или плохом состоянии ногти у которых есть солевой диатез напряженно работает нервная система возможно периодически обостряется цистит уритрит в почках есть солевой диатез мочекаменная болезнь или угрожает вам остеопороз либо артроз суставов все эти ситуации могут быть связаны с тем что вы просто не знаете как приготовить овсянку на молоке с какао правильно способы есть разные в этом видео я вам дам наиболее рациональный способ как приготовить овсянку на молоке с какао чтобы избежать всех этих неприятностей либо хотя бы их уменьшить это тоже плюс а также вы узнаете какое значение имеет в правильном приготовлении овсянки вот этот простой инструмент и так как приготовить овсянку на молоке с какао правильно по методу доктора скачко первый полезный совет диетологов вам нужно правильно выбрать овсяную крупу понятно только из правильной крупы можно приготовить здоровое блюдо полезное для вашего здоровья без риска для вашей жизни я советую вам выбирать овсяную крупу из воздуха непроницаемой тары почему не буду объяснять поверьте на слово в конце видео дам вам ссылку на видео как выбрать овсяную крупу в магазине либо супермаркете правильно вы поймете почему именно так а не иначе второй полезный совет диетолога вам нужно уменьшить экологическую опасность выбранной вами крупы если вы не могли контролировать движение овсянки с поля к вам на кухню то я советую вам промыть овсяную крупу под холодной проточной водой и вот этот простой аксессуар кухонный поможет вам избавиться от многих экологических неприятностей которые могли находиться на крупе а вы от них легко избавились третий полезный совет диетолога он очень важен тем у кого периодически либо постоянно присутствует сдутие живота либо по-иному называется метеоризм есть неприятный запах от тела изо рта ухудшается состояние волос ногтей и иными словами есть проблемы с и кожей и ее придатками и в этом случае вам нужно промытую овсяную крупу замочить в воде холодной воде и оставить на несколько часов выбранное вами количество крупы в любой емкости вы заливаете водой чтобы вода чуть покрыла чуть была выше уровня крупы и крупа настаивается до того момента пока вода вся не впитается в крупу крупа увеличилась в объеме и в этом случае вот такая обсянка уже готова к дальнейшему употреблению особенно это важно если вы хотите снизить онкологический риск одна из более двадцати теорий развития рака связано с активным развитием грибковых инфекций в вашем организме а вот таким простым способом когда вы замачиваете овсяную крупу вы делаете грибковой инфекции голодными они не могут теперь более активно использовать овсянку вздутие живота у вас уменьшается метеоризм уменьшился неприятный запах изо рта или от тела уменьшился волосы ногти кожа будут в лучшем виде если вы вот таким вот образом обработали овсяную крупу конечно если вам нужно знать больше как предупредить онкологию или как выявить рак на ранней стадии есть такая книга давно и опубликовала рак профилактика ранняя диагностика там много разных факторов риска которые нужно учитывать чтобы не встретиться или их максимально поздно встретиться с врачом онкологом далее ошибку совершают ноги ладно этот этап могут пропустить чаще всего готовят овсянку на молоке иными словами к молоку добавляют овсяную крупу по при помешивании доводят кипения далее добавляют какао и вроде как овсянка на молоке с какао готова я бы не советовал вам так поступать по той простой причине что этот способ приготовить овсянку может вам добавить дополнительные хлопоты для лечения солевого диатеза в почках потому что в этом случае салаты кальция либо магия могут оставаться у вас почках виде эхо позитивных включений которые при регулярном употреблении овсянки могут увеличиваться до состояния мочекаменная болезнь а там пил и нефрит и до почты недостаточности уже рукой подать пересадка одной почки напомню 100 150 тысяч долларов стоит хорошая инвестиция в ваше здоровье или хорошая экономия если вы готовите овсянку будете на молоке с какао по методу диетолога скачков правильно более того периодически обострение цистита у ретрита у мужчин еще и простатита тоже создают определенные проблемы и они не связаны с инфекцией связаны просто с тем что вы не знаете как приготовить овсянку правильно если другие расходы начинаете использовать различные средства влияния на нервную систему ведь вы теряете кальций магний в крови уровень этих важных элементов снижается а стрессовая активность повышается у вас появляются проблемы социум усиливается опасность для вашего здоровья со стороны сердечно-сосудистых заболеваний особенности вновь вы не замочили овсянку и вздутие живота у вас присутствует поэтому так готовить не стоит я бы советовал процесс использовать приготовление овсянки по-иному а именно крупа у вас настаивается вы берете молоко при помешивании нагреваете молоко добавляете какао в этом случае щавелевая кислота из порошка какао великолепно связывается с кальцием молока и оксалаты кальция нерастворимые в воде уже у вас в процессе приготовления они не могут попасть в организм и транзитом проходит по кишечнику если вы в иной последовательности готовите овсянку на молоке с какао у вас щавелевая киста попадает кровь и те события которых я рассказал они становятся реальностью все же вся последовательность после замачивания крупы в молоке растворили какао и после того как молоко дошло до состояния кипения вы уже подготовленную замоченную овсяную крупу добавляете в эту смесь вновь доводите до кипения и при остывании ваша правильно приготовленная овсянка на молоке с какао готова в этом случае она больше принесет вам пользы а вот те вот заболевания которые я перечислил они либо у вас уменьшатся либо возможно даже исчезнут полностью если это были единственные причины для их развития если вам нужно больше информации не вопрос на моем канале сотни видео относящиеся к системе правильного питания приготовления пищи напитков различных блюд я надеюсь что теперь хотя овсянку на молоке с какао вы будете готовить правильно и хоть это блюдо останется в вашем рационе и вы не будете рисковать ни своим здоровьем ни своей жизнью вот на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать привычные подписчика моих канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения пока вы думаете что делать с этим видео я думаю что лайк можно поставить интересная информация которая стоит достаточно больших денег одна пересадка только одной почки стоит 150 тысяч долларов я уже говорю о том что вздутие живота или метеоризм если у вас более менее регулярно присутствует это минус 30 процентов вашей жизни иными словами вы два дня неправильно готовите овсянку на молоке с какао а по биологическому возрасту проживаете три дня в паспортном прожили два дня а по степени износ организма три дня более того если вы другие факторы риска не учли вздутие живота было чрезмерно очень легко умереть от острой сердечной либо сосудистой недостаточности такие видео есть наберите как избавиться от сдутия живота на моем канале и вы найдете сразу несколько видео в которых я так или иначе рассказываю как избежать этой очень неприятной ситуации чтобы жили лучше и дольше иными словами если вам нужна какая-то информация пишите вопросы в комментариях по мере наличия свободного времени буду на них отвечать хотите больше ищите другие видео на моем канале вот а я на этой позитивной ноте все-таки это видео закончим и до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в инстаграм не забывайте искать кулинарный канал доктора скачко много полезного видео для вашего здоровья активного долголетия до новых встреч